Самым главным противником войн является, как это ни странно, статистический рост внешней торговли. Существуют предельные уровни внешней торговли между странами, запретительные для ведения войны. Это точно совершенно известно, есть цифры. Ни одна война не происходит никогда при превышении определенного уровня внешней торговли между двумя странами, потому что невозможно пожертвовать такими объемами. В частности, поэтому мы с ЕС никогда не будем воевать. Потому что там мы далеко за запретительными уровнями находимся. В частности, поэтому ничего нельзя сказать про Китай, потому что у нас очень маленькая торговля с Китаем. Рост индивидуального благосостояния. Там есть формула, которая очень похожа на гравитационную, практически вероятность войны между странами обратно пропорционально произведению квадратов благосостояния граждан в этих странах. То есть квадратичная функция падения этой вероятности. Что тоже приятно, потому что есть хороший способ избегания войн. Можно просто выращивать благосостояние. Частая сменяемость агентов. Очень четкая связь между средним количеством лет пребывания у власти одной группы и количеством войн, которые происходят в стране. Чем короче срок, тем меньше войн. Если вы смотрите на Соединенные Штаты Америки, недоуменно задаете вопрос, там же вроде сменяемость очень быстрая, а войн много. А там на самом деле всего два агента у власти. Здесь теория говорит, что в Америке на самом деле сменяемость очень условная. Потому что там два агента, две партии, которые сменяют друг друга примерно раз в 8 лет. И очень высокая преемственность поведения. В Европе партий больше обычно, и сменяемость лучше, и Европа намного меньше воюет. Кроме того, очень серьезным агентом против войны является блоковость стран. Страны, входящие в военные блоки, очень редко воюют, за исключением войн, которые они ведут тогда, когда они имеют подавляющее преимущество. Ну а войны с подавляющим преимуществом, они постепенно сживаются, потому что очень высокая цена для более сильной страны в данном случае. Что, кажется, с экономической точки зрения, будет в ближайшее время с войнами происходить? Во-первых, страшная новость состоит в том, что существенно падает цена войны постепенно. Самолет без пилота значительно менее ценен. Робот, который атакует, малый дрон, крылатая ракета, совершенно намного менее цены, чем рядовой рай для цивилизованного мира. Поэтому, с одной стороны, можно просто послать много ракет куда-нибудь, и смотреть, что получится. С другой стороны, это же превращает войны в абсолютно другой тип противостояния, так называемое нелетальное противостояние, или диверсионные войны, гибридные войны, которые мы сейчас видим, войны без контуров фронтов, когда вы не понимаете, кто с кем воюет. Также достаточно много, видимо, в ближайшее время, в 21 веке, будет так называемых дружественных войн, когда две дружественных страны ведут между собой войну на третьем театре военных действий, потому что солдат их там практически нет, воюют их вооружение, они его испытывают таким образом, они сравнивают друг с другом, что кто может сделать, идет конкуренция разных типов вооружений. В этом смысле какие-нибудь вьетнамские, корейские воины в своего времени, которые были кровавыми и приводили к реформам внутри стран, которые их вели, сегодня будут значительно менее травматичными для империи, и империи в состоянии будут выносить их на третий театр и проводить. И это плохая новость. С другой стороны, хорошая новость состоит в том, что чем дальше мы живем, тем сложнее искажать информацию о войнах. Уже сегодня с наличием социальных сетей, наличием средств разведки малых и так далее, Харри Бёртону было сложно фальсифицировать ситуацию в Ираке, например, сложнее, чем тогда. С третьей стороны, мы знаем, что большое количество войн в мире происходило из-за так называемой петроагрессии, когда страны накапливали излишки ресурсов в связи с материальных ресурсов, финансовых, в связи с продажей минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы стали стоить намного дешевле, они вряд ли будут стоить дороже дальше. И, скорее всего, будет меньше петроагрессии, скорее всего, будет меньше ресурсных войн, просто потому что ресурсы теряют стоимость. Ресурсы легко захватить относительно, а относительная стоимость растет у технологий, а технологии захватить сложно. Именно поэтому страны будут переходить к другим невоенным методам взаимодействия. В том числе появилось понятие геоэкономики недавно. О нем я буквально через секунду скажу. И, конечно, очень быстро меняются конкурентные преимущества. У нас каждые 10 лет новая палитра конкурентных преимуществ стран. Воевать становится глупо, потому что пока ты воевал, поменялась конкурентная ситуация, и тебе надо воевать уже в другом месте. И в этом смысле, наверное, тоже это хорошая новость. С другой стороны, видимо, как тут же Стратфорд, например, считает, будет расти доля войн отчаяния. Это когда у вас дестабилизация ситуации в государстве приводит к войне с соседним государством. Дестабилизации будет больше, особенно в регионах, в которых низкая рента, но существующая природная рента и низкий ВВП на человека. Там есть так называемый красный квадрат. Это от нуля до шести тысяч долларов ВВП на человека и от нуля до двенадцати процентов доля ренты ВВП, в котором все время происходят войны и цветные революции. Там, в общем, такая идет геоактивность. Очень большая, и все больше и больше не захватывают соседние страны при этом. Ну и поскольку увеличивается количество, так сказать, непобедимых блоков, блоков, в центре которых находится ядерная держава, то цена войны тоже будет расти, и, видимо, это тоже будет уменьшать количество войн. Ну а геоэкономические войны, это войны-санкции, они выходят на первый план, они будут развиваться. Санкции действительно могут быть страшнее бомб-санкции. Как мы видим с Ираном, даже не очень серьезные санкции могут заставлять страну менять свое поведение. И в этом смысле я бы где-то даже хотел закончить обратным выводом, что если сегодня в эпоху такой мощной геоэкономики вы видите санкции не страшны, то это значит, что мы имеем дело с дружественной войной классической, когда страны, которые в риторике и на экранах телевизоров враждуют между собой, на самом деле хорошо договорились и ведут согласованную политику. То, что происходит, скажем, между Россией и США сейчас, тот уровень санкций, который сейчас применяется, показывает о том, что есть высокий элемент согласия в деятельности, и никакой войны на самом деле нет. Продолжение следует... Продолжение следует...